Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ Кругосветное путешествие Челля в Узбекистане Многие знают, что в узбекистанских городах летом бывает невыносимо жарко, и оно даже имеет свое название – Челля. Челля в переводе с фарси означает «40 дней», а у нашего народа это говорит о том, что начинается самый трудный жаркий период длиною в 40 дней. Челля – это неотъемлемая часть климата Узбекистана. Летом над раскаленными пустынями формируются массы тропического воздуха с высокой температурой и низким влагосодержанием, что определяет малооблачную, сухую и жаркую погоду середины лета, рассказали синоптики. В это время воздух застывает на месте, птицы не поют так сладкоголосо, от асфальта поднимается такое густое марево, что через него сложно продвигаться. Жители выходят на улицу в самом редком и важном случае, так как температура поднимается до 70 с лишним градусов на солнце. Пересыхают мелкие арыки, сухие травы воспламеняются от малейшего активатора. И вот в такой период можно заметить одну странность. Люди начинают собираться во дворах, на топчанах, скамеечках и пьют горячий чай. Это удивительная особенность нашего народа – чем жарче, тем горячий чай. А весь фокус заключается в том, что выпив пиалу крепкого листового напитка, тело бросает в жар, а потом резко отпускает и начинает казаться, что на улице не так уж и жарко, как было до этого. Не успевает пиалушка опустить, как в нее уже вновь подливают горячий чай. Пей, пей, сейчас хорошо станет. И мы все пьем, несмотря на нацию или расу. Те, кто родился в Узбекистане или давно уже здесь живет, быстро перенимают полезные привычки. Даже сейчас, при написании этой статьи у меня в бокале горячий и ароматный чай, а за окном листва деревьев тонет в кипящем зное. В это время суфьи уединялись для молитв, медитаций и духовного самосовершенствования, так как в эти месяцы тяжело работать и почти невозможно путешествовать. В это время года на все мобильные телефоны приходят сообщения, как облегчить выход на улицу, если приходится выходить вперед с 12 дня до 5 вечера. Советуют пить побольше жидкости, только негазированные напитки, покрывать голову и надевать светлую одежду из натуральных тканей. Есть больше фруктов и избегать острой и жирной пищи, не находиться долгое время под прямым потоком воздуха кондиционера в закрытом помещении. А людям, страдающим хроническими и сердечными заболеваниями, лучше быть под наблюдением врачей. В Челлю хорошо брать отпу. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб